Июня 2019 года И я так скажу, опять чёрный день в истории крымско-татарского народа Сегодня утром по Крыму прошли ряд обысков В том числе и в селе Заречное у Кантемирова Эльдара Значит, обыск начался с того, что... Ну, и так получилось, что мне позвонили родственники Эльдара Сказали, что в Алуште в доме его отца проходит обыск И будет проходить обыск по адресу его фактического проживания То есть в селе Заречное Ну, так получилось, что я приехал раньше, чем правоохранительные органы Вот, и, соответственно, с самого начала обыска я принял участие Как защитник Эльдара при проведении обыска Значит, ну, обыск проходил довольно-таки так порядочно Скажу, ничего не разбрасывали Всё аккуратно, конечно, брали, смотрели и на место ставили Вот, были изъяты некоторые книги, которые, по мнению следствия, имеют отношение к уголовному делу Кстати, причиной сегодняшнего обыска это является возбужденное уголовное дело От 5 июня 2019 года Всем известная статья 205.5 У кого-то часть первая, у кого-то часть вторая И, соответственно, обвинение в том, что Эльдар является участником организации Хизбут-Тахрир Конкретно его, ну, данный обыск проходил на основании постановления суда Киевского района Судей Цикуренко И вот обыск недавно закончился Эльдара увезли в управление ФСБ на бульвар Франко Вот, куда я сейчас буду направляться для того, чтобы оказать ему квалифицированную юридическую помощь Ну, в целом, он держится нормально Вот, он не унывает У Эльдара четверо малолетних детей Супруга на иждивении Мать нетрудоспособная Ну, как мы видим, это сегодняшние реалии Крыма Направленные на угнетение крымско-татарского народа Вот, и по выдуманным, я так скажу, ярлыкам террористов, экстремистов Хотя они не являются ни теми, ни другими Они не хранили оружие У Эльдара оружие не было найдено У Эльдара наркотиков не было найдено Ничего запрещенного из этого, то, что я перечислил, у него нет и не было никогда Вот И из этих людей делают псевдотеррористов, псевдоэкстремистов Считаю, что дело, конечно, политически мотивировано Не более того, так как Эльдар являлся активным участником То есть он посещал и суды Он оказывал помощь семьям политузников Он участвовал, насколько я знаю, в одиночном пикете Его привлекали к административной ответственности за это Я так понимаю, он стал неуместен И, соответственно, сейчас его уже преследуют по более тяжкой статье Это особо тяжкая статья 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации Все, саванс